Развенчать мифы Владимирской экономики. Судя по ходу пресс-конференции, первый вице-губернатор Владимирской области Вячеслав Кузин поставил себе именно такую задачу. Не раз главный экономист региона обращался и к заявлениям о якобы увеличении госдолга Владимирской области, и опять же о якобы грядущем дефиците бюджета города Владимира. В этой ситуации вице-губернатор, по его словам, руководствуется мыслью экономиста Брегеля. Вот ему принадлежит, например, такая фраза. Он всегда учил и нас, и говорил. Вот экономисты, финансисты главные, особенно те, кто занимается государственными финансами, их должно отличать от политиков только одно. Они не имеют права говорить неправду. Говоря об исполнении бюджета прошлого года, главный экономист области отметил, хоть нефти у нас и нет, зато есть машиностроение. Этот кластер промышленности можно считать локомотивом Владимирской экономики. Основные налогоплательщики, машиностроительные заводы. Кстати, собираемость налогов в ушедшем году выросла на 7%. Больше всего в этой части денег принес налог на физических лиц. Особое внимание к доходам дорожного фонда. Он вырос на треть. Добиться этого удалось за счет приличных акцизов на нефтепродукты и собираемости транспортного налога. А вот закредитованность региона снижается. Мы не жили, не живем за счет будущих поколений. Об этом говорит наша долговая нагрузка. Она практически вся состоит из бюджетных кредитов, которые реструктуризированы практически в полном объеме. Правда, кредиты в банках муниципальной власти все же пока берут. Но тенденции, по словам Вячеслава Кузина, снижаются. Объяснил вице-губернатор и то, почему бюджет региона на ближайшие три года ориентирован на население. Ведь везде говорят о том, что в экономику вкладывать нужно, чтобы развиваться. Основная задача по Конституции с субъектов Российской Федерации заключается в чем? Учить, лечить, социально защищать, развивать культуру, физкультуру. Это конституционная обязанность. И, безусловно, социальная направленность. Она, бюджета, она включает обязательное выполнение вот этих вот конституционных требований перед своим населением. Но это сейчас. А что будет завтра? Ведь в федеральном центре уже поговаривают о корректировке бюджета в связи с падением цены на нефть. Владимирский бюджет, по уверениям вице-губернатора, особых изменений не претерпит. Правда, в конце пресс-конференции Вячеслав Кузин все-таки признал, проблемы в российской экономике нас стороной не обойдут. Но вот насколько ощутимы будут эти проблемы, станет ясно через пару месяцев, когда будут распределены федеральные деньги по социальным программам. Алексей Соков, Евгений Токарев, 6 канал.